Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. У меня случился большой конфликт с семьёй, по всей видимости, мать и другие близкие родственники от меня свернутся. Почему это так сложилось, что когда я имею за свое мнение, то на меня агрессивные реагируют. Я поняла, что боятся правды в глаза. Сейчас мне назревает решение вообще оборвать связь с родными, так как манера отношений не меняется годами, а я не могу подавлять своё понимание жизни, чтобы кому-то нравиться. Есть ли какой-то способ сгладить отношения или сделать так, чтобы не обрабатывать общение со всем? Я не понимаю, как лучше поступить в такой ситуации, мне 28, я самодостаточна. Ну, вообще несколько странно звучит вот последняя часть, где вы пишете, что вам 28, что вы самодостаточна, как будто бы в этом кто-то сам сомневается, вот. На мой взгляд, вы здесь как-то сами как будто бы сомневаетесь в том, что вы самодостаточна, вот. Ну, а надо сказать, что самодостаточный человек, по крайней мере, на мой взгляд, ну, не сомневается в своих решениях, какими бы они ни были, вот. Потому что он делает то, что он делает, потому что по-другому делать не может. Вот. Вы сомневаетесь, поэтому я бы сказал, что, ну, вот, вы как бы себе, ну, сами себе. Вы, вероятно, не верите, да, то есть, ну, не доверяете себе самому, вот. Вполне возможно. Вот. А и... Соответственно... Соответственно... С этого я бы хотел начать, в первую очередь, работу. То есть, вот, доверяете ли вы себе, если доверяете, то как это, собственно говоря, проявляется? Следующий момент. Вы пишете, что у вас произошел большой конфликт. В конфликте всегда ответственны оба, ну, или все участники этого самого конфликта. Ну, как правило, оба участников. Там, как бы, в любом случае, основных участников двое. То есть, это может быть, может быть, ваша мама, например, вот, и вы. Это может быть, там, кто-то еще, и вы. То есть, остальные люди, они как-то вот только поддерживают. Вот. Поэтому оба партнера. И вам, в первую очередь, нужно увидеть свой вклад в своих конфликт. Частично вы об этом уже сказали, называя свое стремление донести до, как я понял, вашей семьи прав. И я бы сказал, что это, на мой взгляд, довольно, ну, сомнительное решение. Почему? Дело в том, что правда нужна далеко не всем. Я думаю, вы это уже и сами поняли. Дело не в правде, а в искренности. Понимаете? И здесь часто путают. Когда люди говорят про правду, часто, на мой взгляд, она подменяется тем, что мы думаем про других людей. Ну, например, вы можете думать про свою маму, то есть, что она такая-то или такая-то. Вот. К примеру. Хотя, на самом деле, то есть, вы, ну, вот, думаете про свою маму, это только ваше мнение. Но, поэтому, правда, мало кому нужна и мало на что влияет от ваших собственных переживаний, ваши собственные чувства куда более важны. И, как правило, если люди, ну, начинают говорить об этом именно, конфликты не происходят. Ну, потому что не может конфликтовать один человек. Поэтому, в первую очередь, в первую очередь, вам нужно выявить для себя свой вклад в то, что вы называете конфликтом. Вот. То есть, именно, повторюсь, свой вклад. Какой вы внесли вклад в конфликтную ситуацию. Именно вы. Ну, вот, и, соответственно, если вы хотите отношения сохранить, то с этого вам и нужно начинать. Вот. Чтобы, вот, не допускать повторения этих конфликтов, ну, хотя бы со своей стороны. Да? То есть, вот, вот, хотя бы со своей, вот, позиции, чтобы вы были уверены в том, что их, этих конфликтов не будет. А, дальше, определить значение этой правды, о которой вы говорите, для самой себя. То есть, понимаете, вы, правда, что-то, что-то, что-то знаете? Или, ооо, вам важно, чтобы к вам прислушались? Это не одно и то же, к сожалению. Это разные вещи. И, судя по тому, как вы, вот, реагируете, судя по тому, как вы, ну, описываете в целом эту ситуацию, но я бы, наверное, больше предположил бы, что, ага, ну, вот, вполне верно, да, что вам именно важно, чтобы вас услышали, вот. Потому что, ну, зачем людям, правда, они живут так, как хотят, они живут так, как им, так, как им нравится, правда не нужна. Я так подогреваю, что, а, а, большинство, правда, не на вам, вот, для чего, чтобы доказать что-то, а зачем что-то доказывать, вот, а зачем что-то доказывать, вот, а, как, как мне кажется, а, а, начерт нужна с этого вопроса. Хотите ли вы что-то доказывать своим, вот, ну, например, близким, своим родным, если да, то что, то вам, что вам, конкретно, по вашему же мнению, это может дать, да? Понимаете, я надеюсь, о чем идет речь. Вот. Дальше. Вы говорите о том, что, когда я имею свое мнение, на меня агрессивно реагируют. А, смотрите, как бы, если у вас была такая история достаточно продолжительное время, например, что вы свое мнение, мнение, ну, допустим, да, не высказывали, не высказывали, не выражали, держали при себе его, например, вот, то вы, конечно, люди не привыкли к тому, что вы свое мнение начинает выражаться. Люди вообще довольно болезненно реагируют на какие-то перемены, тяжело привыкают, привыкают, это почти всегда вызывает тревогу, вот. К сожалению, или, к счастью, мы сейчас говорить об этом не будем. Так или иначе, если вы начали это делать, если вы начали, вот, ну, как-то, ну, если вы начали выражать свое мнение, ну, вот, после какого-то определенного момента, после какого-то определенного аспекта, вот, то, да, скорее всего, это действительно могло, вот, вашим родным и близким не понравиться, это, это правда, это правда. И, естественно, они, вот, это не заказывали, они не заказывали таких перемен. Поэтому я бы сказал, что имело бы смысл вам здесь более, что называется, бережно относиться к своим близким, к своим родным. Более бережно к ним относиться. То есть, щадящее, так скажем, щадящее. С щадящее относиться к вопросу, вот, ну, как бы, ваших перемен. Да, вот, то есть, если у вас вот перемены возникли, у вас перемены произошли, вы сами изменились как-то. Ваши близкие остались теми. Следующий важный аспект, конечно, это форма, да, форма, это то, как вы, вот, ну, то, как вы выражаете своим, ну, свое мнение, да, опять же, блист. Вот, вот, как вы это делаете, в каких формах. Потому что делать это можно по-разному. Вот. А можно это делать совершенно по-разному. Можно это делать так, что человеку будет, ну, как бы, достаточно неприятно это слышать. Ну, вот, а можно это делать и так, что человек отнесется к этому, к этому довольно-таки спокойно. Вот. Понимаете, да? Но это вопрос, вопрос именно вот, я бы сказал, уже больше к форме. То есть, форма того, как вы выражаете свои мысли, как вы выражаете то, что. А, вам, ну, важно выразить и так далее. Вот. Именно форма. Здесь важно. Да? Вот. Дальше. Понимаете, здесь разница между тем, когда, например, вы просто делаете, ну, в жизни, так, как вы хотите, да. И, когда вы вступаете в конфликт, в противоречие, в противоборство с другими людьми по этому поводу, вот, пытаясь их переубедить. Ну, происходит это, на мой взгляд, зачастую от той же самой неуверенности в себе и подсознательного такого желания получить разрешение. Чтобы вам, как бы, ну, разрешили, дали добро, что называется, на, ну, вот, то, что вы хотите. Я понимаю, как это все звучит, вот, скорее всего, это звучит не очень приятно, но, тем не менее. Вот, потому что, ну, я, получается, ставлю под сомнение в данном случае, то, что вы сможете достаточно. Но, тем не менее, скорее всего, такая проблематика существует. И вот здесь очень важно, опять же, увидеть, да, в вопросе правды, какую, свою, проблему, например, вы пытаетесь решить. Вот. Что вы пытаетесь достичь, чего вы пытаетесь добиться. Немало, немаловажно ответить себе и на вопрос о том, а зачем мне вообще общаться с своими родными. Для чего я хочу с ними общаться? Чтобы что? Я хочу, потому что считаю, что могу что-то для них сделать. Или я хочу общаться, потому что должна, если я, там, не знаю, не буду общаться с ними, то я буду, вот, в своих глазах, какой-то, ну, плохой, из-за этого. Или как? Какой мотив? И, поймите правильно, речь сейчас не о том, что вам не нужно общаться с вашими родными. А речь о том, чтобы вы сами для себя лучше понимали, зачем вы это делаете. Для чего вы, так вот, ну, для чего вы на это идете, не? То есть, это тоже очень важный момент, повторюсь, не в том смысле, чтобы вам перестать общаться с своими близкими. Нет. А именно, в том смысле, чтобы просто определиться со своими мотивами. Ну, делаете ли вы это, из, допустим, чувства долга, или из чувства вины, или из чувства страха, или еще из-за чего-то. Потому что иначе будет неискренне, вот, если вы, как бы, ну, будете, вот, пытаться, как-то, ну, сохранить контакт, вот, при этом, стремясь, ну, вот, какую-то свою цель достичь. Это будет не очень чеще. И по отношению к вам, и по отношению к вашим родственникам. Вот. Дальше. Чтобы сгладить отношения, или не обрабатывать общение со всем, нужно взглянуть на своих близких под другим углом, под непривычным углом. Не таким, каким вы смотрите сейчас, на своих близких. Это очень важно. Сейчас вы видите их под одним углом, и только. Но есть еще другая точка зрения. И вот под этой точкой зрения, скорее всего, на своих близких вы не смотрите. Ну, например, вы не видите, а, значит, своей маме, человека, личность, своей историей, своим негативным опытом и так далее. Вы, вероятно, видите, в ней только мать. Это не очень повзросло в данном случае. И от того, что цельная картина от вас скользает, необходимо ее получить. Вот то, на что я бы хотел обратить ваше внимание на данный момент. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что вы говорите. У меня случился конфликт. То есть не я выбрала конфликт, а у меня случился конфликт. То есть это история про то, что вы конфликт от себя как бы дистанцируете. Типа, ну это не я, это на самом деле вы. Понятно, что и мама тоже, но и вы. И вот начните с того, чтобы взять на себя часть ответственности за конфликт. Часть ответственности возьмите на себя, ту, которая вам принадлежит. Начните с этого. Ну и конечно психотерапия. Вам нужна психотерапия в данном случае. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.